добрый вечер всем кто присоединился к нам я бы хотел начать вот с чего наш сегодняшний урок один из довольно информированных и знающих людей которые являются плоти израильской армии генерал в отставке ицхак брик че выступление можно легко услышать в интернете сравнивает не раз ситуацию в которой попал израиль с восстанием бар кохны сравнивает вот почему я сейчас не буду ни в коей мере даваться в профессиональную сторону дела говорит о том что причиной поражения восстания бар кохны было не соответствие желание желаний восставших их возможности это действительно так в значительной степени можно по-разному объяснять причины поражения восстания бар кохны которые началось с победных реляций но в конечном счете восстание действительно потерпела поражение в силу не по крайней мере одна из причин его поражения это несоизмеримость сил восставших с тем с теми с той римской армии с которой они воевали и в этой связи и это конечно навевает грустные мысли я уже не знаю говорить ли здесь о пессимизме или реализме но именно в этой связи хочется как бы обратиться к противоположному примеру который не то чтобы утешает но по крайней мере оставляет место надежде это как раз маковейское восстание опять же есть много разных причин по которым это восстание преуспел и мы с вами наших занятия обсуждали эти причины можно видеть причины во внутреннем состоянии народа можно видеть причины каких-то внешних политических факторов но так или иначе это восстание преуспела вопреки надо сказать тем реальным возможностям которые которые которыми обладали восставшие изначально их шансы на победу в общем были невелики и тем не менее они победу одержали вот как бы вдохновляясь этим примером примером хочется все-таки верить несмотря ни на что несмотря на все препоны и трудности которые сейчас переживает народ израиля что конечном счете силы добра и света смогут взять вверх над силами зла и тьмы это как бы такое такие просто мысли которые навеяны сегодняшним днем а сейчас я обращусь к тексту который мы читаем пришло время как-то делать какие-то общие выводы по ходу этого чтения нам собственно осталось шесть глав во второй маковейской книге и мы не будем читать эти шесть глав от начала до конца во всех подробностях мы будем выбирать отдельные тексты с тем чтобы понять действительно те исторические историосовские концепции которые которыми был движим автор написавший эту книгу я напомню что по словам самого автора по словам самого автора это книга является питомой то есть сокращенным изложением пятитомного труда некоего ясона из кирен северной африки в таком случае кем был сам автор той книги которую мы можем читать мы не знаем ведь труд ясона нас не дошел единственное что ясно как я уже и говорил что автор второй маковейской книги является евреем греко язычный диаспор и написал свою книгу соответственно на греческом языке и эта книга как мы уже имели возможность не раз убедиться представить представляет собой причудливое сочетание казалось бы несовместимых вещей он с одной стороны этот автор крайне анти гречески настроен и называет греков тем словом которые грехи применяли как раз к народам не принадлежащим греческой культуре он называет их варварами а вдруг и постоянно постоянно подчеркивает духовное и культурное превосходство народа израиля над грехом а с другой стороны как мы видели неоднократно он целиком и полностью укоренен внутри греческой культуры и намеренно или нет но пользуется ими культурными станцами штанцами или как бы некими стратегиями нарративными которые обнаруживают не просто знакомства с греческой культурой с греческой литературой а по сути дела в значительной степени является его отражение это то что мы видели теперь сегодняшнее наше занятие я назвал огонь свет и чудо во второй маковейской книги потому что это действительно некие центральные образы в этой книге и что существенно отметить эти образы достаточно чужды автору первой маковейской книги который который мы уже прочли автор первой маковейской книги который судя по всему был придворным историком династии хасмане старается достаточно реалистично описать те события которые привели к восстанию маковеев сами сами само это восстание то что происходило после гибели иуды маковея и так далее как правило он не прибегает собственно вообще не прибегает какой бы то ни было чудесной чудесным обоснованием каким бы то ни было чудесным обоснованием происходя описываемых событий конечно он ангажирован конечно книга выражает совершенно определенную идеологию прославляющую космонейскую династию но и он он пользуется очень часто библейскими образами и библейскими мотивами как бы интерполирует собственную реальность но при этом граница очень четко сохраняется на даже если мы титьяу отец начальник космонейской династии предстает в первом и ковейской книге как второй пенхаз первосвященник истории тем не менее он не творит никаких чудес при нем они не происходит он не разговаривает напрямую с богом бог ему не является как бы вот эта граница очень четко прочерчивается он явно не считает что его время является естественным продолжением библейской эпохи она черпает из нее вдохновение она как бы видит он не пользуется этим термином гораздо более позднее но то что вот мудрецы называют массы а вот симан либо ним деяние отцов знак для сыновей а он этим активно пользуется автор первой маковейской книги но повторяю граница очень четко прослеживается в отличие от него автор второй маковейской книги как раз и мы это и сегодня тоже продемонстрируют ощущает себя внутри библейской эпохи внутри библейских чудес они все продолжается все продолжается и как бы он ничтоже сумняшися используют библейские образы и мотивы не просто как бы интерполирует в ту реальность которая которая которую написаны а это реальность сама по себе принципиально можно сказать мало чем отличается от библейской эпохи а вот мы это сегодня увидим я напомню вам я сейчас открою наш файл напомню вам что мы уже читали рассказ о том как маковей очищали храм мы тогда когда мы читали первую маковейскую книгу мы сомнили описание в первой маковейской книге с описанием во второй маковейской книге описание в первой маковейской книге гораздо более подробная о том как иуда маковей сокрушив врагов входит в Иерусалим как очищают свечи святилища как выносят оскверненные камни жертвенника как строят новый жертвенник как очищают храм как начинают служение это все музыка веселье и установление праздника хануки в отличие от этого рассказ 2 маковейской книги гораздо более короткий но он поражает некоторыми деталями которые если связывать с другими текстами приобретают особый характер да они наполняются какой-то на них проливается особый свет вот как сказано здесь маковей же и бывшие с ним под водительством господа напомню вам что в отличие от первого автора первой маковейской книги который бога напрямую не упоминает автор второй маковейской книги все время упоминает да и как бы говорит что бог ведет армию иуды маковея так же как он это делает в библейские времена опять заняли храм и город а построенные иноплеменниками на площади жертвенники капище разрушили очистив кран они соорудили другой жертвенник разжегши камни и взяв из них огонь принесли жертву после двухгодичного промежутка сделали кодильницу и священники и предложения хлебов устроив все это они молили господа падая ниц чтобы не подвергаться более таким бедствием если же когда и согрешат то накажет он их милостиво не придавая богохульными жестокими защита казалось бы это описание несколько минут остановимся это описание ничего чудесного в себе не содержит однако здесь есть одна деталь которая может быть воспринято как такое цветистое описание тем не менее видимо это не просто метафоры такой красивый слог там где говорится о сооружении другого жертвенника разжегши камни и взяв из них огонь а можно предположить что имеется в виду может быть это угли как некоторые комментаторы предполагают но дело в том что если мы сейчас вернемся в начало первого второго кавейской книги во вступление книги там где посылались письма иудеев из лима иудеям в египте и там я напомню вам рассказывалось следующий намереваясь двадцать пятый день и месяца кислев праздновать очищение храма мы почти нужным известить вас чтобы и вы завершили праздник пущей и огня пущей это суккот к этому сейчас придем тоже подобно тому как нехемия построив храме жертвенник принес жертву а хотя нехемия согласно библейскому тексту храм не строил и жертву не приносил а может быть здесь уже это обсуждали как бы происходит какая-то контоминация между образом нехемии и образом зарубавеля его при одного из его предшественников ибо когда отцы наши отведены были в персию тогда благочестивые священники взяв огонь с жертвенника тайны скрыли его во глубине колодесе имевшего безводное дно и в нем безопасно сохранили его так как никому не известно было это место по прошествии же многих лет когда угодно было богу нехемия присланный от персидского царя послал засим огнем потомков тех священников которые скрыли его когда же объявили нам что не нашли огня только густую воду на судя по всему нефть нам это в свое время обсуждали когда он приказал им почерпнув принести и когда потом приготовлены были жертвы нехемия приказал священником окропить этой водой дрова и положено на них когда же это было сделано и наступило время когда просияло солнце прежде закрытой облаками тогда воспламенился большой огонь так что все удивились священники же доколе горела жертвы совершали молитву священники и все ионатан начинал прочие под прививали как и нехемия дальше приводится молитва этих самых священников где в частности бог называется тот кто избавляет израиля от всякого зла и и осветивший избравший отцов и осветивший их насади народ твой на святом месте твоем как сказал мы есть сей муше священники воспевали при всем торжественные песни когда жертва была сожжена нахемия приказал оставшиеся водой упалить большие камни и как только это было исполнено вспыхнуло пламя но от света воссиявшего от жертвенника оно исчезло это место в результате стало священным опять же я не хочу сейчас заново повторять текст который мы читали обсуждали но уже давно комментаторы 2 маковейской книги заметили несомненную связь между этим текстом и тем который мы сейчас читали текстом о том как иуда маковей очищал храм и освещал жертвенник и там и там есть образ вспыхнувших камней а пламя да и и это пламя как бы в каком-то смысле символизирует символизирует благоволение бога по отношению к народу израиля своего рода искупления или новое начало я хотел бы здесь напомнить вам что именно так вторе описывается введение в действие скини ни его икра и его икра когда рассказывается о том как скини после после строительства после окончания строительства скини были принесены жертвы то в центре этого описания огонь а муж и арон благословляют народ является слава господня выходит огонь от господа и пожирает на жертвенники жертву которая приносится небесный огонь огонь особого рода а другой текст который я хочу обратить ваше внимание который в еще большей степени связан с тем о чем мы говорим это текст от который повествует о том как шлумов построивший храм освещает его и там тоже говорится что слава господня наполняет 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 помещение храмов некое облако которое напоминает облачный стол который вел израиль по пустыне и шлумов молится богу обращается к богу с молитвой и после этого после этого слава господня является как раз тот момент когда приносится приносится жертвы и все это происходит что важно и существенно отметить в праздник в праздник суккот там происходит некая двухнедельная двухнедельное празднование 1 1 неделя посвящена 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 тому что храм потому что построен храм и его вводят в действие освещают а вторая неделя это неделя праздника суккот как это связано с тем что с тем о чем мы сейчас говорим мы сейчас увидим но вот этот мотив огня и света мотив огня и света появляется 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 и в книге книге царей а кроме того еще до того тоже такой важный для нас важный для нас текст в книге хроник книги Хроник, книги Деврея Мим, говорится о том, что когда Давид, еще до строительства храма Шлумов, когда Давид выкупает место у Орнана Евусея на храмовой горе и устанавливает там жертвы, то, как там сказано, в этот самый момент Господь отвечает ему, огнем с небес на жертвенники, пожирает жертву. И Давид, увидев это, говорит, это дом Господа Бога, это жертвенник всесожжений Израиля. То есть мы видим, по сути дела, один и тот же постоянный мотив. Конечно, он разнится, он как бы не повторяет себя полностью, но мотив очищения, освящения храма, святилища, скини, сопровождающийся богоявлением. И вот таким вот светом и огнем он появляется во всех этих текстах. Поэтому, когда в нашем тексте говорится «разжегший камни и взяв из них огонь», это как бы тоже является, на мой взгляд, частью вот этого Петрона. Здесь это сказано очень кратко, без подробностей, но, тем не менее, сама по себе тематика заявлена. А кроме того, что тоже очень как бы существенный для нас момент, это упоминание праздника Суккот. Дальше говорится, что в тот самый день, в какой осквернен был храм иноплеменниками, совершилось очищение храма. Двадцать пятый день того же месяца Кислева. И провели они в веселье восемь дней по подобию праздника Кущей, вспоминая, как незадолго перед тем временем они проводили праздник Кущей, подобно зверям, в горах и пещерах. Поэтому они с жезлами, обвитыми плющом и с цветущими ветвями и пальмами возносили хвалебные песни тому, который, благо, поспешил очистить место своего. И общим решением и приговором определили всему иудейскому народу праздновать эти дни каждогодно. То есть Ханука напрямую связывается с Суккотом. И здесь я снова вернусь на секунду к тому тексту во вступление, который мы только что видели. Там опять же говорится о том, что праздник, который празднуется, праздник Хануки, двадцать пятый день Кислева, называется праздником Кущи и Огня. То есть Суккот и Суккот ваэш, на иврите. Пущи и Огня. Значит, такое сходство, конечно, не может быть случайным. Поэтому разные комментаторы говорили о том, что, несомненно, вступление связано с рассказом об очищении храма Иудой Маковей. Это два взаимосвязанных текста. Это, кстати говоря, сейчас не наша тема, но это предмет спора между разными следователями, комментаторами касательно того, является ли письма органичной частью второй книги Маковеев. Письма, которые приводятся во вступление, письма евреев, иудеев Иерусалима, иудеев Египта. Являются ли они органичной частью книги? И один из ответов, который дается, мы видим связь между этими письмами, этими вступлениями и главой, которую мы сейчас читаем, рассказом об очищении храма, что может являться косвенным свидетельством того, что это действительно часть книги. Хотя есть противоположное мнение, которое, по крайней мере, может быть, следует упомянуть, и согласно которому и та глава, которую мы сейчас читаем об очищении храма, что это как бы некая более поздняя вставка во вторую Маковейскую книгу, на что намекает то обстоятельство, что сразу же после этого рассказа говорится, такова была кончина антиоха, прозванного Епифаном, что как-то мало вяжется с текстом, который мы сейчас прочли, но зато непосредственно связано с концом предыдущей главы, которая действительно описывала кончину антиоха. В таком случае тот, кто отвечает за эту вставку, хотел, видимо, сказать, что очищение храма явилось непосредственным результатом кончины антиоха. Зло повержено, добро торжествует. В первой Маковейской книге это иначе. В первой Маковейской книге сначала очищается храм, а потом только умирает антиоха Епифан. Теперь я еще хочу в этой связи сказать следующее. Какова, собственно говоря, непосредственная связь между праздником Ханука и праздником Суккот? По-простому это заявлено в самой книге. Говорится о том, что во время праздника Суккот не было возможности в месяц тиши отпраздновать его, как полагается, потому что находились они, подобно зверям, в горах и пещерах. А теперь, когда храм очищен, можно компенсировать и отпраздновать его по-настоящему. И получается тогда, что восемь дней Хануки это некая компенсация восьми дней праздника Суккот. Но при этом надо отметить, что может быть есть и более глубинная связь. Глубинная связь. Опять же, с одной стороны, с праздником Суккот связано освящение храма во времена Шлумо. И наш автор стремится создать такое же ощущение. Иуда Маковей делает то же самое, что делал в свое время царь Шлумо. Он освящает храм. Это с одной стороны. С другой стороны, быть может, есть и еще дополнительный момент. Евреи, народ Израиля в Торе блуждают по пустыне. И Бог создает им вот эти самые шалаши, Суккот. Когда именно это происходит, не очень понятно. Все время блужданий по пустыне были эти шалаши. Или на каком-то конечном этапе они появляются. Между мудрецами Талмуда есть вообще спор на тему о том, это реальные шалаши или это облака славы. Вот, но возможно проследить такую аналогию. В книге Маковея тоже есть блуждание по пустыне. Это блуждание по пустыне происходит с Иудой Маковеем и его людьми. Они уходят в пустыню и оттуда начинают войну с язычниками, с нечистикцами. И как бы они приходят в этом смысле. С ними происходит нечто подобное тому, что происходит с Израилем, входящим в землю обетованную. Они возвращаются в Иерусалим, они освящают храм. И праздник этого освящения является своего рода памятью праздника, кущей, связанного с блужданием по пустыне. А это, собственно говоря, здесь сказано напрямую. Вот, поэтому, подытоживая этот виток нашего обсуждения, можно сказать, что будь это сам автор второго Маковейской книги, будь это какой-то компилятор, который действительно вставил этот кусок, так или иначе, он как бы создает такую здесь скрытую аналогию с происходящим в библейские времена. С народом Израиля в Торе, с царем Давидом, с царем Шлумо. И как бы в данном конкретном месте он лишь намекает на чудо, лишь намекает на него, говоря о багне, который был во время этого очищения взят от камней. Но, как бы, читая этот текст, повторяю, на фоне того, что говорится в предисловии Маковейской книги, где четко и ясно заявлено, что эта процедура является процедурой чудесной, демонстрацией чуда и благоволения Бога, как бы мы понимаем, что для автора Второй Маковейской книги, для автора вот этого конкретного текста, освящение храма во времена Иуды Маковея является непосредственным продолжением истории библейских чудес. Теперь, как бы здесь, в этом месте заканчивается очередная часть Второй Маковейской книги, прямо посередине главы, начинается новая история, которая происходит при Антиохе Ивпатре, малолетнем сыне Антиоха Ивпифана, который правит не сам, а под управлением своего регента Лисия. И, повторяю, мы не будем сейчас читать подробно все детали, которые появляются здесь, в этой главе. Некоторые тексты пересекаются непосредственно с рассказом первой Маковейской книги, но я бы хотел продемонстрировать вам рассказ внутри этой главы, который повествует о том, как происходит война, между Иудой Маковеем и врагами, которыми руководит некто Тимофей. Он уже упоминался в предыдущих главах. Возможно, согласно первой Маковейской книге, некий Тимофей был греческим наместником в Заярдане. Так вот, когда происходит столкновение, то тут рассказывается следующее. Есть молитва. Маковей, Иуда Маковей и его воины обращаются с молитвой к Богу, как тут сказано в 25 стихе, посыпав земную голову и опоясав чресло вретищами, припадая к подножью жертвенника, они умоляли его, чтобы он был милостив к ним, был врагом врагам их и противником противников. Так говорит закон. Это скрытая цитата из Торы, из книги «Исхода». Так вот, как же описывается сама война. Совершив молитву, они взяли оружие и далеко отошли от города, приблизившись к врагам, остановились. И с наступлением восхода солнечного, заметьте, что опять тема света, с наступлением восхода солнечного те и другие вступили в бой, одни при доблести своей, имея залогом успеха и победы прибежища Господу, другие, поставляя предводителям брани ярость. Когда произошло упорное сражение, то противниками вились с неба пять величественных мужей на конях с золотыми уздами, и двое из них предводительствовали иудеями. Иудея. Они взяли Маковея в середину к себе и, покрывая своим вооружением, сохраняли его невредимым. На противников же бросали стрелы и молнии, так что они, смешавшись от ослепления и исполненные страха, сами себя поражали. И так побито было 20 500 пеших и 600 кон. Так описывается это сражение. Оно, это описание, напоминает нам то, что мы уже читали в самом начале книги, о том, как Гелиодор пытался обобрать храм и как на него напали, в тот момент, когда он пытался войти в святая святых, на него перед ним предстал конь в прекрасной избруи с всадником, внушающим ужас, и он ударил Гелиодора передними копытами, и верховой был в золотых доспехах, и еще двое юношей предстали перед ним, то есть очевидно ангельские фигуры, и став по сторонам, они непрерывно хлестали его бичами, и нанося его множество ран. Внезапно он рухнул на земь, и великая тьма объяла его, тогда его подхватили и положили на носилки. То есть повторяется вот этот эпизод с небесным вмешательством, с чудом, который, конечно, наводит нас опять же на мысли о библейских корнях такого описания. Значит, эти корни, сейчас полсекунды мне тут стучат, обратить ваше внимание на то, как описывается взятие крепости, в которую убежал вражеский полководец Тимофей, он убегает в Газару, то есть Гезар, и Маковеи осаждают эту крепость. Находившиеся же в крепости, уверенные в недоступности этого места, чрезмерно злословили и произносили, как тут сказано, хульные речи, то есть хулили осаждавших, и на рассвете пятого дня двадцать юношей из бывших с Маковеем, воспламенившись гневом от такого злословия, храбро устремились на стену и со зверской яростью поражали каждого, кто попадался. Другие также бросались во время смятения на находившихся внутри, зажигали башни и разжегшие косты, опять вот как мотив огня, сжигали хулителей живыми, иногда разбивали ворота и впустив в них остальное войско, овладели городом. Совершив же это, они с песнями и словословиями возблагодарили Господа, который так много облагодетельствовал Израиль и даровал им победу. Что это нам напоминает? Это нам напоминает рассказ книги Шмуэля, во второй части книги Шмуэля, хотя здесь нет чуда, здесь просто такая вот убедительная победа, мгновенно одержанная, вот они воспламенились гневом, храбро устремились на стену и поразили. Это текст напоминает нам рассказ о том, как Давид завоевывал Иерусалим. А там тоже говорится о том, что город не приступит, и что его защитники, его сеи, хулят Давида и израильское войско, и кончается это опять же тем, что Давид захватывает город. Теперь мы обращаемся к 11 главе, к 11 главе, где Лисий, тот самый опекун Антиоха Эвпатора, который находится в страшной печали из-за того поражения, которое наносится греческим полководцам и им, Лисиям, посланных на усмирение иудеев, собирает огромное войско, как тут сказано, отправился против иудеев с намерением городных сделать местом жительства Эллинов, храм обложить налогом, подобно прочим языческим капищем, а священно начали сделать ежегодно продажным, на самом деле как бы наш автор уже рассказывал о том, что священческий пост продавался, Ясон выкупил его у Антиоха Эпифана, Менилай потом дал больше денег, чем Ясон, и выкупил себе. Видимо, то, что хочет здесь сказать наш автор, что теперь это будет как бы постоянной практикой, не какими-то единичными случаями. Но, как тут говорится, он не думал о силе Божьей, надеявшись на свое огромное войско, тут явно гиперболизированные цифры, особенно касающиеся количества слонов, которые есть в этой армии, и снова, снова молитва, постоянно присутствующая молитва во второй Маковейской книге. В первой Маковейской книге молитвы есть, но их мало. Во второй они постоянно присутствуют перед каждым боем, умоляют Бога, чтобы он послал доброго ангела к спасению Израиля. И снова, что мы видим, когда они были близ Иерусалима, тотчас явился предводитель всадник в белой одежде, потрясавший золотым оружием. То есть это как бы мотив, который постоянно присутствует во второй Маковейской книге. Понятно, что этот всадник это, конечно, ангел и соответственно победа опять одержана. Все они вместе возблагодарили милосердного Бога и укрепились духом, который сокрушит не только людей, но и лютых зверей, даже железные стены. Так пришли они под покровом небесного помощника, по милости к ним Господа, и как львы бросились они на неприятелей, тоже уничтожают большие силы, и всех прочих обращают в бегство. И очень важный такой момент тоже это некая историасовская креда автора Второй Маковейской книги. Почему он хочет привести врага? Лисий спасается, как тут сказано, постыдным бегством. Многие из них ранеными, спасались раздетыми, и сам Лисий спасался постыдным бегством. Судя по всему подраздетыми подразумевается, что они побросали свое оружие. И как тут сказано, будучи же небессмыслен и обсуждая сам с собой случившееся с ним поражение, он понял, что евреи непобедимы, потому что всемогущий Бог споборствует им, помогает им, и посему послав к нему уверял, что он соглашается на все законные требования убедить царя быть другом им. То есть одна из идей, которые продвигает автор Второй Маковейской книги, заключается в его желании показать, что инородцы, которые воюют с евреями, в какой-то момент понимают не только, что они потерпели практическое или стратегическое поражение, но что борьба с народом Израиля бессмысленна, потому что Бог с ними. И дальше здесь мы вкратце этого коснемся, приводится письма. Маковей, Иуда Маковей соглашается на то, что предлагает Лисий, царь, поскольку царь, подразумевается, царь, опять же, малолетний царь Антиох Эвпатор, от имени которого действует Лисий, подтвердил эти льготы. И тут приводится несколько писем. Письма на самом деле мы видели и в первом Маковейской книге, и в этом смысле они как бы не являются чем-то исключительным. Идет речь, как говорится, письмо датировано 148 годом этой македонской календарь. То есть это 164 год, как раз тот год, в который умер Антиох Эпифан с одной стороны, и с другой стороны, Иуда Маковей занял Иерусалим и очистил храм. И это письмо как бы не просто подтверждает привилегии, которые когда-то давались иудеям, оставляет за ними право жить по своим обычаям, но потому что такого рода идеи есть и в первой Маковейской книге. А здесь как бы очень четко подчеркивается, что Лисий, Антиох понимает бессмысленность навязывания эллицких обычаям и что правильно и праведно предоставить евреям возможность жить по своим законам. Желая, как тут сказано, чтобы этот народ не был беспокоен, мы определяем, чтобы храм их был восстановлен и чтобы жили они по обычаю своих предков. Если это письмо носит аутентичный характер, то видимо здесь есть какая-то несостыковка во втором Маковейской книге, потому что собственно после того, что Иуда Маковей занял Русалим, эта фраза достаточно бессмысленна, он и так восстанавливает храм, и поэтому некоторые комментаторы считают, что письмо, если оно в реальности существовало, было составлено до этого времени, вот царь пишет письмо не только холисию, но и всему народу, и подтверждает право Израиля снова соблюдать законы, интересно, что здесь упоминается в этом письме превосхищенник Менилай, которому речь пойдет еще дальше, тот самый, который представлен во второй Маковейской книге, как убежденный эллинизатор и нечестивец грешник, то, что он здесь появляется в письме царя, как полномочный его представитель, возможно, является дополнительным аргументом в пользу того, что письмо аутентично, приводится здесь и письмо римлян, которые поддерживают право евреев жить по своим законам и поддерживают инициативу лиси. В первой Маковейской книге рассказывается о делегации иуды Маковея к римлянам, дипломатической делегации, благодаря которой иуда заручился поддержкой Рима. Здесь ничего такого нет, здесь просто некое письмо общего содержания, которое со стороны самой могущественной на тот момент державы Рима тоже подтверждает право иудеев жить по своим законам. Значит, поскольку время наше постепенно начинает истекать, а я уже и сказал, решил сейчас не читать последовательно все тексты Второй Маковейской книги. Вот я как бы из 12-й головы мы возьмем только какие-то определенные детали. Опять же, очень важно для автора Второй Маковейской книги подчеркнуть каждый раз, когда речь идет о каких-то войнах и битвах, что иуде противостоят безбожники, которые совершают предательские подлые поступки. А в Первой Маковейской книге дело обстояло несколько иначе. Злодеями являлись инородцы по определению, просто потому, что они инородцы и те иллинизаторы, которые к ним присоединились. Они злодеи, поскольку они поддерживают греческую экспансию. Во Второй Маковейской книге дело обстоит иначе. Автор этой книги стремится дать некое теологическое объяснение тем победам, которых достигает Иуда Маковей. Потому что те, кто с ним воюют, совершают ужасные поступки. Например, жители города Яфа греки обманывают иудеев, приглашают живущих с ними иудеев покататься на лодках, а в результате топят их. И тогда Иуда, призвав опять же Бога, идет против этих убийц. И снова мотив огня, он зажигает пристань, сжигает лодки. Потом также точно он поступает жителями явны, которые опять же мера за меру, потому что жители явно хотят опять же так поступить с жившими там иудеями, уничтожить их. И поэтому опять-таки он нападает на пристань явный, сжигает корабли, пламя видно на большом расстоянии. Также точно война идет с арабами, которые в первом королевские книги не являются противниками иуды. Судя по всему, под арабами здесь понимается набатей. И снова при помощи Божьей одерживается победа. И так далее. Постоянно он подчеркивает, что все враги либо совершают какие-то ужасные поступки, либо предательски нападают, либо богохульствуют и произносят ужасные слова. И каждый раз иуда призвав Бога одерживает победу, потому что эта победа есть наказание, которое обрушивается на врагов иуды. Поэтому враги никуда не могут деться, на них нападает страх, они убегают и часто бывают поражаемыми силами своих же мечей. Это те описания, которые мы находим в главе 11. и закончу сегодня очень таким совершенно поразительным описанием, которое в конце этой главы, где рассказывается о том, что иуда, и это в этом смысле это совпадает и с первой мяковейской книгой, иуда защищает евреев, которые подвергаются тем или иным преследованием со стороны местного населения. Так вот, говорится о том в самом конце, что иуда, взяв с собой войско, отправился в город Адулан. Адулан – это город, который упоминается в частности в рассказах о Давиде и находится он к северу от Хеврона, в Иудее. Давид бегает туда, бегает туда, скрываясь от преследования Шауля суббота, поскольку, как тут говорится, наступал седьмой день, наш суббота, то они очистились по обычаю и праздновали субботу. Они как бы приняли субботу, очистились по обычаю, поскольку соприкасались с язычниками, с трупами, то, значит, видимо, происходило какое-то омовение, очищение одежды в соответствии с заповедями Торы, хотя в самом Танахе мы не находим такого рода практику во время войны, кроме того, что говорится в самой Торе, очищаться перед субботой. И вот тут говорится следующее, на другой день бывшие с Иудой пошли, как требовал долг, перенести тела павших, то есть Йом решен, в воскресенье и положить их вместе со сродниками в отеческих гробницах. И нашли они у каждого из умерших под хитонами, посвященные ямнийским идолам вещи. То есть, иными словами, у них были какие-то обереги, типа Трофим, который спрятал Рахель в Торе, что закон, естественно, запрещал людей, сделалось всем ясно, по какой причине о Непале. А тут перед этим рассказывалось о гибели части войска Иуды, и автор дает этому объяснение, которое мы не находим, скажем, опять же, в первой макавейской книге. Там просто это воспринимается как понятный факт, во время войны люди гибнут. Но здесь автор второй макавейской книги, поскольку он утверждает, что войско Иуды, и он сам находится под непосредственным покровительством небесных сил, то он должен дать объяснение, почему люди погибли. И вот объяснение, поскольку они отпали от Бога, они и погибли. И дальше говорится, все прославили праведного судью Господа, открывающего сокровенное, и обратились к молитве. Просяда будет совершенно изглажен содеянный грех, а доблестный Иуда увещевал народ хранить себя от грехов, видя своими глазами, что случилось по вине падших. Да, то есть как бы сам по себе этот мотив отчасти напоминает нам опять же библейские истории, например, историю о Бахане, который взял из заклятого во время осады Герихо, и это привело к гибели воинов в стане Израиля, как бы общий грех, и тут тоже, значит, как бы просят просят Иуда и его люди о прощении греха, но более того, здесь появляется нечто, чего мы не находим в Танахе, сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхм серебра, он послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех, и поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении, буквально о поднятии, ибо если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне напрасно было бы молиться о мертвых, но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда, какая святая и благочестивая мысль, посему принес за умерших умилостивительную жертву разрешаться от греха, то есть, иными словами, Иуда заботится о тех людях, которые прятали под своими одеждами вот этих идолов, обереги, он пытается не просто как бы искупить грех, чтобы и остальной народ не понес наказание за этот грех, но он пытается спасти этих людей для будущего воскресения, то есть, тут, в этой главе, в совершенно явной форме, в истории о матери и сеннерых сыновьях на это делались намеки, а здесь, в явной совершенной форме приходит, находит свое выражение вера в воскресение из мертвых, по сути дела, это самый ранний текст, дошедший до нас, в котором эта как бы тема развивается, ну, тут можно, конечно, говорить, это те, кто считает, что книга Даниэля все-таки предшествует этому тексту, то тогда он как бы второй в очереди, на эту тему ведутся споры, потому что в книге Даниэля в конце тоже говорится о воскресении из мертвых, но вот здесь еще и такая дополнительная деталь, которую мы нигде не находим до этого, молиться о мертвых, о тех, которые умерли за неправедный свой поступок, за отпадение в язычество, с тем, чтобы Бог простил им, и чтобы они могли бы тоже в день воскресения из мертвых восстать. Ну, здесь мы поставим точку, значит, несколько важных, на мой взгляд, идей, которые содержатся во Второй Маковейской книге, мы сегодня озвучили. Думаю, что на следующей неделе мы завершим наш разговор о Второй Маковейской книге, нам осталось три главы, и мы постараемся вместить их в наше обсуждение. Хочется надеяться на то, что описанные здесь вещи каким-то образом коснутся и нас сегодня, и вопреки я закончу тем, с чего я начал, вопреки таким довольно грустным прогнозам генерала Брика, хочется все-таки надеяться на какой-то на свет, который исходит из от правых воинов, каковым является армия обороны Израиля, и хочется надеяться на на благой исход происходящих событий. Я вас благодарю за внимание, и сейчас, если есть вопросы, замечания, то их самое время озвучить. Есть ли вопросы, есть ли замечания? Народ, есть вопросы, замечания, кроме того, чтобы пригласить генерала Брика на наши занятия? Генерал Брика на наши занятия рэды, может быть, приглашен, сколько русский не понимает, но... Перевести на иврите сделать на баре. Айкарши я вин. Да. Ну, народ обдумывает, хорошо, будем надеяться, что твои пожелания в какой-то форме осуществятся. Вот, спасибо, Дима, огромное. Спасибо всем и всего доброго, если вопросов нет. Спасибо, Дима. Спасибо. Спасибо. Пока. Пока.